Приветствую друзья. В своих предыдущих обзорах про SLS шлюзы, кстати кто не смотрел ссылки в описании, посмотрите обязательно. Я ни разу не показывал процесс модернизации круглого шлюза Xiaomi в SLS, хотя это являлось его первичной задумкой. И в этом обзоре я восполню этот пробел, а заодно отвечу на вопрос, как и можно ли использовать несколько SLS шлюзов в одной системе. Для этой переделки я задействую классический китайский вариант шлюза Xiaomi второй версии. Именно под него и рассчитана SLS плата. Для круглого же шлюза Acara и европейских версий нужна небольшая доработка кусачками. Дорабатывать шлюз я буду при помощи Pro версии платы для SLS, она оснащена картридером для microSD карт. Плату эту предоставил мне ее создатель Григорий, за что хочу выразить свою личную благодарность. За ZigBee часть отвечает хорошо известный моим постоянным зрителям модуль CC2538 с усилителем CC2592. На сегодняшний день это самый удачный вариант в соотношении доступность, цена, качество. А сетью же заведует 16-мегабайтный модуль ESP32 от EspressSiv. Такой объем памяти позволяет проводить обновления прошивки по воздуху без подключения кабеля. Отличием от автономной версии круглого SLS-шлюза, про который я и ранее рассказывал, является распаянная колодка для подключения к шлюзу Xiaomi. Но по сути, наличие microUSB порта позволяет и такую версию использовать автономно. С исходными комплектующими выяснили, нам нужен шлюз Xiaomi Liocara и плата для модернизации, которая по сути является полноценным SLS-шлюзом, для того чтобы установить в корпус донора. Приступим к разборке. На задней стороне шлюза имеется три монтажных отверстия, прикрытые резиновыми заглушками. Аккуратно снимаем их, мне для этого пригодился пинцет, и получаем доступ к крепежным винтам. Обратите внимание на форму их головок. В этой части нам понадобится специальная отвертка или бита с двойным наконечником. Такой есть практически в любом приличном наборе отверток. Но проверить если такой именно у вас стоит заранее. Снимаем переднюю крышку с динамиком, от которого на родную плату управления идет два провода, подключенных за отдельный разъем. Спасибо, что не распаяли. Вот так выглядит оригинальная плата управлением шлюзом Xiaomi, которую нам и предстоит заменить на модернизированную. Плата снимается довольно легко, она не припаяна. Она подключена через 14-контактную гребенку к оставшейся части шлюза, блоку питания и блоку управления подсветкой. Удерживается эта плата тремя пластиковыми защелками, их нужно аккуратно отогнуть и потянув плату на себя достать ее. Вот рядом оригинальная плата шлюза донора и плата SLS шлюза. Размер расположения и форма всех крепежных отверстий, а главное контактная колодка на задней стороне платы, все идеально совпадает и сильно облегчает операцию по модернизации. А вот так выглядит шлюз Xiaomi без корпуса, с уже замененной платой управления. Посередине между платами кольцо цветных светодиодов. Задняя силовая часть, которая подключается к сети электропитания через тройной китайско-австралийский разъем. Собираем модернизированный шлюз. SLS стал в него просто отлично, контакты и отверстия для защелок в точности совпали. Естественно, что нашелся разъем и для динамика, а способы управления им я обязательно рассмотрю в будущем. Теперь за бортом осталась черная, родная плата от шлюза. Кстати, я пожертвовал шлюзом с открытыми для стороннего управления портами, других у меня не было. На этом сборка нового SLS шлюза завершена, можно включить его в сеть и приступать к первичной настройке. После включения Wi-Fi модуль шлюза создает точку доступа с примерно таким названием, без пароля. Подключаемся к ней чем-нибудь, например телефоном и открываем браузером адрес 192.168.1.1. На всякий случай скажу, что это прямое подключение между двумя точками, поэтому лучше находиться недалеко от шлюза. Настройка сводится к тому, чтобы перейти в раздел Wi-Fi и вписать параметры своей сети, чтобы шлюз мог подключиться к ней. После сохранения нужно перезагрузить устройство. Если что-то пошло не так, шлюз легко сбросить. Для этого отключаем его от питания, зажимаем кнопку, удерживая ее, включаем в розетку и через 3-5 секунд отпускаем кнопку. Аналогичную операцию можно и кстати удобнее сделать на компьютере. Подключиться к появившейся точке доступа, перейти на шлюз по адресу 192.168.1.1. Далее в раздел Wi-Fi. Вводим название своей сети и пароль к ней в диапазоне 2.4 ГГц. После этого перегружаем шлюз. Далее в списке устройств на роутере находим адрес присвоенный шлюзу. Кстати рекомендую его потом привязать жестко. И переходим уже по нему. Аппаратные настройки. Они зависят от ревизии платы шлюза. Настройки Zigbee. Для SLS шлюзов я использую 15 канал, он подходит большему количеству устройств. Активирую опции Friendly Name, Clear States и MQTT Discovery, после чего сохраняю настройки. Переходим к настройкам MQTT. Его надо включить. Потом необходимо указать адрес сервера на котором установлен брокер, логин и пароль, а также имя корневого топика. У меня это второй SLS шлюз, поэтому имя топика я называю с учетом этого. Отмечаем сохранение статусов и сохраняем конфигурацию. Через несколько секунд, если все сделано правильно, устройство подключается к указанному брокеру. Проверяем. При помощи MQTT Explorer подключаемся к брокеру. Видим корневые топики первого и второго SLS шлюзов. Они друг другу не мешают, работают параллельно и оба пробрасывают свои устройства в POM Assistant. Таким образом, в одном MQTT у меня мирно соседствуют и Zigbee2MQTT и два SLS шлюза. Причем шлюзов может быть и намного больше, они никак не конфликтуют. В случае с Z2M все несколько сложнее, потому что сторонние аддоны, такие как Zigbee2MQTT Assistant жестко привязаны к названию топика по умолчанию. Устройства из Z2M и шлюзов пробрасываются в один и тот же топик Home Assistant, так как ID устройств уникальны и никаких конфликтов тоже нет и быть не может. В одну и ту же интеграцию MQTT попадают все устройства. На этом слайде видно, что версии прошивок координаторов у этих устройств разные. Вот так легко и просто превратить шлюз Xiaomi в SLS шлюз. Самое сложное здесь найти подходящую отвертку. Также мы убедились в том, что в одной системе могут мирно работать много SLS шлюзов и мешать при этом они друг другу не будут. А Home Assistant будет абсолютно одинаково работать со всеми подключенными к ним устройствами. Кроме этого не забываем, что часть автоматизации можно не заводить в Home Assistant, а оставить на уровне самих шлюзов, что повысит их надежность. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, интересные опросы, купоны и акции на товары умного дома вы можете увидеть в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.